Arizona Mobile, слушай, а вот есть проект такой, ну ты знаешь, Aries RP. Luxury Roleplay, ты чё, не слышал никогда? Мы же все знаем про Luxury, вот этот вот весь проект. Я уже говорил, Arizona Mobile, вот Arizona Mobile, кстати, исправили то, оптимизировали это, сделали прочие какие-то вещи. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. В силу того, что у меня выходит много разных видеороликов, уже их вышло более 600, я не могу помнить всё, что я делал, всё, что я говорил и так далее. Однако, даже если данный видеоролик будет, допустим, точным повторением или частичным повторением какого-то определённого ролика на моём канале, тем не менее, ну типа пусть он будет, потому что, ну я просто, я вот уже не могу, вы знаете, я выпускаю ролики, и они вроде как то набирают просмотры, то не набирают просмотры. В общем, и цело, на канал приходит новая аудитория, когда по 10 человек, когда по 20, когда там день пройдёт, вообще нисколько человек не подпишется, но, разумеется, я-то вижу, что там подписалось 2, 3, 4, 5 человек, а в Social Blade, разумеется, всё это не отображается. И вы понимаете, приходит новая аудитория на мой канал, и она, мол, говорит мне то, что, вот, чел, слушай, а вот ты записываешь про вот эту вот Arizona Mobile, слушай, а вот есть проект такой, ну ты знаешь, Aries RP, вот у них там всякие вот эти обновления выходят, всё прочее у них выходит, типа, а почему ты про него вот чего-то не запишешь? Я думаю, типа, Aries RP, ну вот я где-то вот его слышал, вроде как, и что-то вот я вроде как, ну, припоминаю насчёт всего этого, но в целом я не могу вспомнить вообще, что, что вообще было, что вообще связано со всем этим проектом, и даже заходя, допустим, в какие-нибудь там, я не знаю, GTA-самповский журнал, я тоже частенько вижу этот самый проект Aries RP, допустим, то есть это не какая-то реклама всего этого проекта, я просто говорю на конкретном примере, когда вроде как проект, ну, абсолютно непопулярный, и абсолютно непонятно, откуда он взялся, при этом все мне пишут о том, что вот, мол, слушай, чел, вот Aries RP, вот нужно зайти тебе, нужно рассказать, или там, допустим, не нужно зайти, а просто, вот знаешь, у Aries RP там вот это вот новое обновление, ты, пожалуйста, зайди, может быть, там какие-нибудь мы вещи рассмотрим, обсудим, сделаем нечто подобное, возможно, и типа, ну, вот все у нас будет круто, класс, ну, пожалуйста, обсуди вот это вот, и я сам захожу, я вижу, что действительно про этот самый Aries RP постоянно люди говорят, постоянно вот эти вот все новостные издания пишут, и вроде как все вот это вот делается, и вроде как проект обсуждается, о проекте пишут, о проекте там что-то более-менее известно, постоянно они там, знаете, какие-то свои вот эти вот новые штуки добавляют, какие-то у них постоянные обновления, прочие вещи, но при этом мне-то этот проект ничего не говорит, то есть, понимаете, в чем дело, я снимаю вот эти вот все новости, там, по обычному GTA Sample, там, вот, вот всему этому мобильному GTA Sample, и понимаете, в чем дело, я снимаю, 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 приходят какие-то люди, говорят, слушай, а что ты вот про это не снимаешь, не, ну, вот сам, что-то мне кажется, что ты должен снимать вот про это вот, знаешь ли, или просто там типа, ну, засними про вот это вот, я захожу, и я думаю, бля, так я вообще не понимаю, что это такое, я вообще, вот, то есть, для меня, что этот Aries, Что вот эти вот, блядь, прочие какие-то проекты, что там вот какой-нибудь, я не знаю, допустим, онлайн рулиплей, мне тоже бывает пишут в комментарии, я вообще не понимаю, что это такое, это как, знаете, сказать мне, допустим, какой-нибудь лакшери рулиплей, ну вот расскажи про лакшери рулиплей, да, у них там 80 онлайн, ну хули ты, блядь, расскажи про лакшери рулиплей, ты чё, блядь, чё такого-то, блядь, ну в самом деле, ну расскажи, блядь, лакшери рулиплей, ты чё, не слышал никогда, мы же все знаем про лакшери вот этот вот весь проект, а ты почему-то вот про него не знаешь, да, вот как-то непонятно всё это происходит, да, ч И вот ко мне постоянно идут какие-то претензии, что я там знаете не рассказал то, не рассказал это, а я смотрю на этот проект, вот допустим тот же самый этот Ариас, Ауриус, блять, прочие все вещи вот эти вот роли-плей, а я не знаю, что про него можно сказать. Я просто, я не понимаю, что вот просто про него, то есть для меня он что есть, что его нет. И я понимаю, что есть люди, которые, типа, могут, вот, как-то играть на всём этом проекте. Я понимаю, что есть люди, которые, возможно, играют на всём этом проекте, и которым интересно про всё это узнать. Я просто не понимаю. Вот, как вы понимаете, для меня проекты вот эти вот все мобильные, они же все, ну, практически на одно лицо с какими-то своими вот этими мелкими изменениями, мелкими доработками и всем прочим. И для меня лично существует, вот, прям, знаете, несколько проектов. Это какой-нибудь центр Parole Play. Если мы идём в КРМП, то это BlackRush какая-нибудь, возможно, Барвиха, возможно, какие-то прочие ещё сервера. Я уже говорил, Arizona Mobile, вот, Arizona Mobile, кстати, Сантропе там какой-нибудь. И вот эти вот все проекты, которые постоянно находятся на слуху. А то, что какой-нибудь проект по типу Aries Roleplay оплачивает вот эти вот все свои рекламные посты, чтобы о них писали. То есть, ну, просто, понимаете, я посмотрел все посты, которые там идут про этот самый Aries Roleplay, и постоянно посты идут с тем, что вот, они пытаются создать такую видимость того, что на этом проекте кто-то играет, что с этого проекта кто-то ждёт, возможно, обновления какие-то. И постоянно, вот, понимаете ли, заливаются какие-то вот эти вот скриншоты с тем, что вот они сегодня там пофиксили то, сегодня они там добавлен сплэш-скрин, там, исправление в момент старт-гейм, вернули заводку двигателя, исправили то, оптимизировали это, сделали прочие какие-то вещи. Но при этом я про этот проект ничего не знал, как и, наверное, многие люди вот до того, как его, наверное, начали постить весь этот Live Mobile, Live Sump и вот во все эти прочие вещи. Но в остальном я просто вот даже, я, если честно, я не понимаю, почему вообще хоть кто-то знает об этом проекте, и почему вообще хоть кто-то чем-то подобным занимается, почему хоть кому-то всё это интересно. Ну, я не понимаю, я просто, я вот для меня лично всё это непонятно. Однако, если вы, допустим, играете на Aries Roleplay или на Karius Roleplay, Urius Roleplay, возможно, какой-нибудь там Luxury, вот этот вот весь проект и вот, я не знаю, прочие сервера, то я не буду про них ничего рассказывать, потому что я про них толком-то и ничего не знаю, кроме вот этих вот их рекламных постов, которые они заказывают, что мы там поправили то, мы там поправили это. Да кому это, блядь, интересно, если никто на этом проекте, блядь, не играет? Ну, что онлайн, ну что это такое, разумеется? Мобильная сфера, она ещё разрастается, в ней ещё мало проектов, в ней ещё, возможно, мало игроков. Тем не менее, типа, ну это же 100 игроков, блядь, о чём тут можно рассказывать? Поэтому, пожалуйста, когда вы вот хотите меня о чём-то попросить, не просите меня об этом. Если мне нужно будет, то я сделаю об этом видеоролик. Если не надо будет, то я, типа, не буду об этом делать видеоролик. Всё логично, всё понятно и всё вроде как просто, но при этом возникают какие-то непонятные абсолютно точно вещи, что я просто, типа, я не понимаю в самом деле. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я снимал и играл и играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же в описании находятся все прочие вещи, о которых вы можете знать, либо можете не знать, либо вот ещё нечто подобное. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до свидания. У меня, кстати, есть телеграм-канал, промокод и всё прочее. Всё это в описании. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok